Добрый день, глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги. Тема моего доклада обозначена на слайде. Как известно, рак молочной железы до сих пор наиболее распространенное злокачественное образование у женщин в Российской Федерации. Но, к счастью, в последнее время он все чаще выявляется на ранних стадиях. Так, в 2015 году на первой-второй стадиях данное заболевание выявлялось у практически 70% больных. Но при этом практически у каждой пятой женщины данное заболевание выявляется уже на местной распространенной третьей стадии. Третья стадия – это одно из показаний к проведению радикальной мастектомии. Но и при ранних стадиях может быть показан именно такой объем операции. Например, при мультицентрическом росте опухоли, при центральном ее расположении, при наличии выраженной трипотокового компонента и при наличии мутаций генов BRCA1.2 и ЧЕК. При несомненно укуративном эффекте радикальной мастектомии у многих пациенток наблюдается снижение социальной активности, самооценки, развитие тревожности и депрессии. Одним из вариантов психосоциальной реабилитации может быть реконструкция молочной железы. Рядом авторов отмечено, что после выполнения, особенно одномоментной реконструкции, у пациенток наблюдается более быстрое принятие нового контратела, улучшение качества жизни и в конечном итоге полное физическое и психосоциальное благополучие. Выдает три варианта реконструктивно-пластических операций. Вспользование синтетических материалов – это экспандеры, экспандеры эндопротезы и постоянные импланты. С использованием собственных тканей, например, лоскут из прямой мышцы живота, торгодорзальный лоскут и некоторые другие, и комбинированная пластика, когда одновременно используют и синтетический материал, и собственная ткань. Общее количество реконструктивных операций во всем мире от года к году только растет, но немножко поменялась структура. Если раньше наиболее часто использованным вариантом были собственные ткани, то сейчас все большее распространение имеют синтетические материалы. Кому же показана реконструкция молочной железы? По мнению американского общества пластических хирургов, это должны быть женщины, которые получили полноценное комплексное лечение по поводу основного заболевания. Это должны быть женщины без тяжелых сопутствующих заболеваний, особенно в стадии декомпенсации, которые могут осложнить течение послеоперационного периода. И женщины с общим благоприятным прогнозом по заболеванию. В идеальном мире, как мы хотели бы увидеть, пациентку еще до начала лечения консультируют хирург, химиотерапевт и радиолог. Да, проводится индивидуализация лечения, в том числе с учетом мнения пациентки относительно сроков и варианта реконструкции. При необходимости пациентку консультируют генетик и психолог. Наши западные коллеги также мечтают об идеальном мире, в котором медицинский девайс, предмет, когда-либо помещенный в человеческое тело, проходит через полную биологическую интеграцию. Он не отторгается, он полностью переживается, обеспечивает на долгие годы оптимальный функциональный эстетический результат. Но, к сожалению, в том мире, в котором мы живем, очень часто на прием к кардиологу приходит пациентка, к которой уже была выполнена одномоментная реконструкция молочной железы. И, естественно, встает очень много вопросов. Проведенная одномоментная реконструкция изменяет конфигурацию грудной стенки, что приводит к необходимости использования полей большего размера, каких-то нестандартных углов гантри. Это вызывает опасения, не превысим ли мы дозную нагрузку на такие органы риска, как сердце и легкие. Во многих спандерах стоит металлический порт, который увеличивает артефакты на предлучевом КТ-изображении. И, соответственно, при подсчете программы может быть нарушена гомогенность доза. Достаточно много пациентка проходит через билатеральную радикальную мастектомию, в первую очередь относительно мутаций генов BRCA1 и 2. И им выпадет на момент реконструкции обеих молочных желез. И есть риск, что вторая молочная железа также попадет в зону облучения. И самый главный вопрос, а можем мы в принципе проводить пациенткам с одномоментной реконструкцией молочной железы лучевую терапию? Мы живем в эпоху доказательной медицины, когда любое наше клиническое решение должно основываться на какие-то рекомендации, на опыт, накопленный годами. И если обратиться к данным литературы, вот на слайде несколько выдержек, почти все время встречается фраза. Нужно больше исследований на большем количестве пациенток в большем количестве центров. Но все же, прошу прощения, но все же в рекомендациях уже четко прописано, например, рекомендациях НССН из года в год, совершенно определенно говорится, что ни одномоментная реконструкция не является препятствием для проведения лучевой терапии, ни проведенная лучевая терапия не является препятствием для реконструктивно-пластической операции. И, собственно, заданные ранее вопросы, также у нас есть ответы. Да, многими авторами доказано, что у женщины с реконструкцией как собственными тканями, так и синтетическими материалами лучевая терапия может быть проведена с достижением хорошего локального контроля и сохранением приемлемых доз на сердце и легкие. Металлический порт экспандера не приводит к серьезному рассеянию пучка, никаких холодных, горячих точек не образуется. И если есть сложности, связанные с наполненностью экспандера и контуром грудной стенки, то экспандер можно немножечко спустить, убрать из него жидкость и, соответственно, сделать контур более гладким. Позвольте эти тезисы проиллюстрировать конкретными клиническими примерами. Например, пациент, который проведен одномоментной реконструкцией левой молочной железы с пандером, как вы видите, и дозное распределение, очень симпатично, и непревышенные дозные нагрузки. На органы риска. Та же самая пациентка, которая была проведена одномоментной реконструкцией обеих молочных желез расщепленным тромолоскутом, также очень приличное дозное распределение. Вот ситуация, когда наполненность экспандера можно изменить и улучшить тем самым ситуацию. Пациентка изначально имел местную распространенную стадию заболевания, поэтому изначально было известно, что ей потребуется лучевое лечение. После одномоментной реконструкции молочной железы экспандером, сам экспандер наполнен только на 40% от планированного объема, соответственно, удалось спланировать замечательную программу, и наполнение экспандера продолжится после полного завершения лечения. И вот тот случай, когда проведена билатеральная мастектомия, пациентка-носительница мутации в гении Берсей, и, соответственно, одна из молочных желез была удалена профилактически. При попытке спланировать ее лечение, мало того, что вторая профилактически удаленная молочная железа попала в зону облучения, так еще и получила значительная нагрузка на ипсилатеральное легкое. После удаления жидкости экспандера и переразметки пациентки удалось и вторую молочную железу убрать в зону облучения и снизить дозу на органы риска. Есть ситуации, когда невозможно изменить контур грудной стенки, как, например, у этой пациентки, которая была проведена на одномоментной реконструкции, сразу постоянным имплантом. При попытке посчитать программу по методике 3D-CRT, было выяснено при анализе гистограммы дозы объема, что превышена доза на ипсилатеральное легкое. Была предпринята попытка посчитать дополнительную программу по методике АМРТ. Это действительно снизило дозу на ипсилатеральное легкое, но при этом увеличило дозу на сердце. Даже при самой идеальной прекрасной программе, к сожалению, могут развиться осложнения. Если речь идет о собственных тканях, то больше всего мы боимся жирового некроза или, в принципе, некроза пересаженного лоскута или же фиброза. При реконструкции с синтетическими материалами опасность представляет капсулярная контрактура, инфицирование ложа импланта, его диспозиция и протрузия. Лучевая терапия является доказанным фактором риска развития осложнений, но следует помнить, что и проверить на операцию, и химиотерапия, и прием тамоксифена у пациенток с гормонозависимым раком – это тоже факторы риска. Кроме того, частоту осложнений могут увеличить и факторы, связанные с самими пациентками. Возраст старше 65 лет, сахарный диабет, ожирение, гипертоническая болезнь и курение. Что же мы можем сделать для снижения количества осложнений? Мы можем зайти с хирургической стороны. Например, вернуться к практике отсрочной реконструкции молочной железы, то есть сначала провести простую радикальную мастоктомию, продолжить или же завершить комбинированное лечение, и после этого проводить реконструкцию. Мы можем выполнить одномоментную реконструкцию синтетическими материалами, провести лучевую терапию, и в случае плохого эстетического или функционального эффекта выполнить так называемую спасительную повторную реконструкцию с использованием собственных тканей. Возможно установить экспандер, наполнить его частично или полностью, в зависимости от опыта планирования, провести лучевую терапию, и в качестве второго этапа реконструкции уже заменить экспандер на имплант. И, наконец, рядом авторов. Сугубо с точки зрения снижения частоты осложнений предлагается проведение лучевой терапии в нео-адиуантном режиме с дальнейшим проведением радикальной мастоктомии с одномоментной реконструкцией с собственными тканями. С радиологической стороны мы можем подключить адекватную сопроводительную терапию, которая включает в себя мозговые обработки кожи в зону облачения, воздушные ванны, лазеротерапию, аппликации с раствором димексиды различных концентраций и приемом тентоксифилина и витамина Е. Лазеротерапия нашла свое применение в медицине, и если говорить о низкоэнергетических лазерах, то они действительно могут восстанавливать ткани, снижение, будучи фактором, который снижает пролиферацию фибробластов. К сожалению, не очень много работ, которые посвящены именно профилактической роли лазера. Есть такая очень небольшая, но интересная работа, выполненная на пациентах, проведенная на момент реконструкции, у которых уже развилось позднее лучевое осложнение, постлучевая талиангетазия. И авторами было отмечено значительное уменьшение площади лучевого повреждения. Комбинация метоксифилина и витамина Е достаточно долгие годы известна, как очень мощная антифибротическая композиция. Есть достаточно много работ, в которых даже уже свершившийся фиброз под воздействием приема этих средств уменьшался в площади. И вот достаточно свежая работа 2016 года, посвященная именно профилактическому приему этих препаратов, и именно у пациенток с одномоментной реконструкцией и постоянным имплантом. Обратите внимание, прием достаточно длительный, прием в достаточно больших дозах, и вывод достаточно ободряет нас. Не было отмечено ни одного серьезного осложнения в набранной группе, которое повлекло с собой удаление импланта. И вот, позвольте доказать не словом делом, пациентка, которая только что завершила кослучевой терапии, спустя 5 месяцев, к счастью, ни ранних, ни поздних лучевых реакций, хороший эстетический эффект. И данная пациентка уже полностью закончила комплексное лечение, прошел год с момента окончания лечения, она уже прошла второй этап реконструкции и замену экспандера на имплант, и, как видите, очень хороший косметический эффект. Таким образом, можно делать следующие выводы. Реконструкция молочной железы после радикальной мастектомии является важным компонентом лечения и психофизиологической реабилитации пациенток. Реконструкция молочной железы не является препятствием для проведения адекватного лучевого лечения. Частота осложнений, к сожалению, остается довольно высокой, но мы активно ищем методы, которые позволяют снизить ее. И в случае, когда планируется реконструкция молочной железы, требуется мультидисциплинарный подход, чтобы сохранить нашим пациенткам и здоровье, и красоту. Я благодарю вас за внимание. Спасибо, Екатерина Валерьевна. Пожалуйста, вопросы. Да, Сергей Васильевич? Скажите, пожалуйста, вот когда вы используете экспандер, фланг или инфланг, который наполнен соответствующим делем и так далее, вы всегда проверяете паспорт, но именно данный экспандер или инфланг, что, возможно, долго выше 40 гривен. Потому что на значительную часть экспандеров существуют вот так, если вы возьмете именно на данный, в общем, это относительно. Там только написано, что безопасный будет только доставательный сайт агрей, после чего возможно разрешение этого синтетического материала. Спасибо за вопрос, Сергей Васильевич. Вы показывали, вы все все проверили, что можно было изучать в высшей сайт агрей. Да, мы проверяем паспорта экспандеров и имплантов наших пациенток. Спасибо. В особо даже спорных случаях делается ксерокопия паспорта и вкладывается в историю болезни. Еще вопрос. Позвольте тогда, Екатерина Владимировна, попробуйте просветить нас. Если вы имеете дело с имплантом или экспандером на первом этапе, включаете ли вы в объем облучения кожу, то есть работаете ли вы по схеме РТОК, по АТОС-РТОК или по датским правилам. И является ли с вашей точки зрения тоже в данном случае тем объектом, на который вы должны обращать внимание с точки зрения противовухолевых фигур. Спасибо за вопрос. Позвольте его разложить на несколько элементов. Во-первых, даже лично в моей практике, думаю, не только в моей, сейчас достаточно много пациенток после одномомента реконструкции приходят, и у них была проведена радикальная мастектомия с сохранением кожи, то есть кожесохранное лечение. В этом случае обязательно, на мой взгляд, кожу необходимо обрабатывать. Тут мы работаем по АТОС-РТОК. Если речь идет о реконструкции экспандерами, имплантами, да, есть небольшой момент. Многие из этих пациенток, это уже даже не Т3, это Т4, и, естественно, с целью онкологической безопасности кожу хочется обработать. Но, с другой стороны, необходимо помнить, что все-таки экспандер устанавливается под мышечный карман, под грудную мышцу, и его накачивание, особенно неравномерное, особенно очень интенсивное, сразу до большого объема, может привести к истончению кожи, и повышает риск, то, о чем я говорила, диспозиция импланта и его протрузия. Поэтому в этих случаях я стараюсь делать отступ 0,5 от поверхности кожи. Только вы лично? Или это принято вам пациенту? Не могу взять на себя смелость брать, говорить о чате своих коллег. Если мне, пожалуйста, как лично вы поступаете, когда к вам поступает пациентка после кожесохранной мастектомии, например, Т2Н1. Попробуйте обрисовать показания для послеоперационной лучевой терапии при реконструктивных операциях с использованием имплантов. Стоит учитывать возраст пациентки. Во-вторых, если... Т2Н1. Довольно ранняя стадия, но уже поражен лимфатический узел. И если пациентке не было предложено органосберегающее лечение, не была предпринята попытка неодевантной химиотерапии с целью уменьшения объема опухолевого поражения и попытки провести органосберегающее лечение, соответственно, есть какие-то дополнительные факторы риска, из-за которых ей был выпаден именно такой объем операции. У вас есть конкретные клинические рекомендации по проведению лучевой терапии у этих больных в зависимости от факторов риска? Хорошо, я тогда поставлю вопрос следующим образом. Т2, Н0, молодая пациентка, Г3, ХЕР2, тройной негативный вариант. Все неблагоприятные факторы прогноза за исключением поражения лимфоузлов. Возьмем или нет? Я бы взяла. То есть в данный момент вы не отработали у себя окончательных показаний для проведения после операционного лучевой терапии в подобных случаях и пользуетесь в основном интуитивными и клиническим опытом, и опытом учреждения, и опытом рекомендации. Вы не стесняетесь, на самом деле, ведь нигде в мире практически окончательные показания-то не выработаны, поэтому интересно ваше мнение и интересно мнение коллег, которые на самом деле набирают сегодня опыт в использовании этого метода в чрезвычайно непростых ситуациях. И тот, кто сталкивался с протрузиями имплантов, а частота достигает 30% случаев, а лучевая терапия повышает этот процент чуть не до 50, вот тут и приходится задумываться о том, что, может быть, датчане правы, и не надо включать кожу в такой ситуации. Это важнейший опыт, и спасибо большое за него. Спасибо. Если у кого-то есть еще, главный радиолог должен у вас все так спросить, какое-то нужно внедрять обязательно. Конечно. Естественно, это общая задача. Сегодня все чаще и чаще у нас используются такие методы ордоносохраняющего лечения. Как поступать в этих ситуациях, ну, очень мало кто знает точно. Спасибо вам большое. Проблема большая. Спасибо.